Она привязана, ну, на всякий случай, держи. Она привязана? Обязательно. Она тяжелая. Всем привет. Будаури, парампланы. Подожди, что же вы можете просто бежать? Главное, тебе нужно двигаться вперед, не садиться. Просто идти вперед. Не, подожди, подожди. В смысле идти и не садиться? Просто ходим, идем вперед. Ну, не садись раньше времени. Так. Пойдем вперед, пойдем. Куда вперед? Все, пойдем, молодец. Мы полетели. А, ну, не страшно. Так и я сейчас говорю. Главное, это просто идти. Ну, технику, да. Крутая работа. Пока. Я думала, у меня руки так трястить будут, что я не смогу держать ни камеру, ничего. Да ну, тут не так страшно. Ну, кажется. Нет, я поняла, что вот все вот эти вот парашютные штуки, когда не надо прыгать, ну, как у меня был рок-джампинг, и когда ты просто с доски в никуда прыгаешь, вот это, наверное, очень страшно. Ну, думаю, да. А вы не прыгали так, нет? Не, я вообще говорю, что это в первый раз по-любому страшно. А потом, конечно, ты делал прыгаешь. Не, у меня первый, но он не страшно. Прикольно. А как оно на верх поднимается? За счет чего? В теплый воздух. У-у-у-у! Это похоже! О-о-о! А вы всякие трюки делаете вместе, да? А что потом? Мы когда будем приземляться, надо будет как-то бежать или как? Не, ну, пару шагов сделать. А. Бежать не надо будет. Все удалось там просто. Как это круто! Ощущение какое клевое, да? А были какие-нибудь странные кейсы? Были какие-нибудь странные кейсы? Обязательно. Да? Расскажите, какие, не знаю, самые смешные или стрёмные? Какие самые смешные или стрёмные были? Ну, по-разному бывало. Бывало, что люди, допустим, начинают стримить. Прям в воздухе. Их там подписчики, там, все дела. И начинается это все. Я говорю, ты, говорю, вокруг посмотри. Только в телефон. Ну, это уже, наверное, как-то профессиональная деградация как-то. Про деформацию. Деформацию, да-да-да. Там уже ничего не сделаешь. Так уж получилось. К сожалению, я тоже иногда замечаю, да, что-то снимаю, снимаю, а потом так, надо посмотреть вживую. Ну, типа, а то стрёмно как-то. Ну, типа, все на камере и это. И ничего, вживую. А сколько вы этим занимаетесь? Немножко. А сколько вы занимаетесь этим? Говорит беру, чем я шлем. Да, сколько занимаетесь? 2001 года полетами этими. Это 25 год? Да. У нас это семейные, у нас дедушки и родители в авиации. Я знал, что я буду делать. И брат летает, все летает. А первый раз? И очень страшно было? Первый раз. У-у-у! Нет? Ну, так, может быть, немножко было чуть-чуть, но так, чтобы прям... Оно больше захватывается. Ну, да, захватывается немножко так. Так, чтобы втрашно не скажу. Ну, оказалось, эти сейчас так близко было, аж ноги хотелось поджать. А вы с Украины, да? Да. А в Грузии вы как давно? Уже девятый год. А как, в общем, вы решили перебраться сюда, в Грузию? Ну, как-то так постепенно. Сначала приехали полетать. Потом опять приехали полетать. Плюс покататься на лыжах, тут же горнолыжка надо. Вот. И как-то оно так вот. Раз за раз. Потом решили уже там мысль, кто сюда едет. Идем тут. Здесь это более популярно, чем в Украине, да? Вот эти полеты? В плане полетов, в общем. Да. Да, здесь более раскручено, но оно не было раскручено, мы это все раскрутили. А, да? Это ваше? Когда приехали, тут нас не понимали. Спрашивали, а что это вообще? Что вы тут хотите делать? Как это летать вообще? Мне интересно, откуда вот эти трещины? Почему вот они вот появляются? И почему сверху зарастает, а там не зарастает? А там в виде камни, поэтому. То есть там не растет что-то, а это там земля еще. А там нет земли, там оно... блин, это так необычно. Плюс тут же сильнее, такие самые, сильнее, какие-то, какие-то, дожги есть, сильнее, какие-то, сходы воды, поэтому смывают сильнее. Вы вообще иногда обслогируетесь из-за того, что вот вы просто полусиде в воздухе находитесь. Вы иногда думаете? Ну, честно говоря, давно об этом не думаем, потому что вот, ну, это работает. Не, я понимаю, как на машине, но я каждый раз, вот если в самолете, я представляю даже в машине, я иногда представляю, вот человека согнутого, сидящего и просто движущего, как в воздухе. Ну, реально, это же так, странно, ну, как бы люди это все придумали, как они все сделали. Тут надо просто понимать, осознавать, все возможные опасности и тому подобное. То есть, если ты что-то понимаешь, то... Не, я понимала, я думала, дальше, если мы пойдем, я просто думала, главное, сразу назвать. Ну, типа, чтобы без мучений было. Ну, это значит, мы выше пойдем? Поднимаем. Вот теплый воздух, он образуется от того, что нагреваются скалы. Подождите, но вы, получается, высоту не можете регулировать? Регулировать! Телефон! Мы еще с ней подниматься. О, прикольно! Таким образом. Какие... Это так прикольно, это... такое какое-то доверие есть, вообще максимальное. Доверие, говорю, такое есть. Это спасибо. И сюда прилетно. Ну, то есть, если абстрагируют, это же... Реально, пиздец, как в темно. Где-то над горами никто не найдет, не поможет, не достанет, не вышка репет. Да, реально. А доверие вообще... не знаю. На дороге, да? Прикольно. Класс. Какие же разные есть работы, да? Кто-то сидит в общем-то, как-то полетает под горами. Согласен. А кто-то порхает под горами. Это вообще капец. А если бы вот вы сменили работу, то на какую? Ну, честно говоря, только айтишники сейчас так неплохо живут. Не, а вот если поинтересу? А, даже не знаю. Ну, с авиацией что-то было по полету. А если убрать авиацию и полеты? Ну, вот убрать полеты. Ну, не знаю. Может быть, что-нибудь с подводным миром подумал бы об этом. Ну, кстати, да.